Затишье. Именно так можно назвать ситуацию, сложившуюся на паркете в первые две минуты встречи команд Химки и Жальгири с очки подмосковным спортсменом принес букер, мощно забив сверху. Литовцы ошибались, а Химки отлично реализовывали штрафные и вели в счете. Еще шесть очков двумя бросками принес команде Швед. Когда разрыв составил девять очков, соперник включился в игру. Литовцы без труда сравняли счет и тренер желто-синих Римас Куртинайтис начал череду замен. Дело с мертвой точки сдвинул жеребка, забившись с передачи Шведа. В концовке первой четверти желто-синие прибавили, сделали ускорение и вернули инициативу себе. 21-16. Вторая десятиминутка обнажила проблемные моменты в игре каждой команды. Результативность упала у обоих, но Химки все равно лидировали. Уверенный игровой отрезок провел Йович, набравший пять очков подряд. Он вернул хозяевам плюс девять и отправил Жальгирис на тайм-аут. К середине встречи литовцы сумели отыграться до минус пяти. Итог 33-38. После большого перерыва Жальгирис сделали хорошую попытку, набрав четыре очка подряд. Атаки Химчан оставались нереализованными. Подмосковные спортсмены часто ошибались, а Жальгирис пользовались моментом, хотя также не показывали яркой и точной игры. Гостям удалось добиться отставания всего в два очка, но ситуацию изменил Швед, забивший две трехи подряд. Последнюю четверть открыл Йович, и разница в счете наконец-то порадовала подмосковных болельщиков 60-49. Но результат необходимо было закрепить. Жальгирис держались и не давали отставания увеличиваться. Итог встречи решил все тот же Йович, снова реализовав два точных дальних броска. Последний удар для спортсмена стал пятой трехой за эту игру. Получив плюс десять за три минуты до финальной сирены, Химки довели матч до победы. Жальгирис потерпел девятое поражение подряд. Итоговый счет 83-74. На данный момент подмосковная команда занимает седьмую позицию в турнирной таблице Евролиги. Следующую встречу на арене Матища Желто-Синие проведут 10 января с командой «Зенит». Анна Мусаликина, Олег Степанов, информационная программа «День».